В России прекратили продажу компьютерной игры Company of Heroes, или Роты Героев, которая вторая часть в этой канадской стратегии. Действие разворачивается во время Второй Мировой. Игроки сражаются за Красную Армию. В графике претензий нет, но то, как изобразили советских бойцов, настолько возмутило российских геймеров, что они развернули свою компанию. Татьяна Проскурякова продолжит. Где вы были, рядовой? Препятствовал пленению доблестного советского офицера, товарищ майор. Это не дает вам права оставить пост. Жестокие, трусливые, способные идти в атаку лишь под дулом пистолета. Такими изобразили солдат советской армии разработчики компьютерной игры Company of Heroes 2. Несмотря на название Роты Героев, персонажи стратегии не только не совершают ни одного подвига, но, кажется, вообще не способны на человеческие поступки. Они мечтают дезертировать с линии фронта, расстреливают безоружных пленных, стреляют в спину своим и, отступая, жгут дома с советскими же людьми внутри. Company of Heroes выпускает канадская студия Relic. Первую часть популярной стратегии сценаристы посвятили освободительному походу союзников. Часть вторую, в которой обещали рассказать о подвиге советского солдата, российские геймеры ждали с нетерпением. Но были разочарованы. С точки зрения графики игра сделана прекрасно. Но вот нашу армию нарисовали лишь черными красками. Геймеры, недовольные небрежным отношением к памяти ветеранов Второй мировой, объединились и подписали петицию с требованием остановить продажи игры на территории СНГ. Под ней подписались уже почти 23 тысячи человек. При этом официальные представители компании заявляют, что это исторически достоверная игра. И до сих пор они как бы стоят на своем. Они не хотят ни извиняться, ни сказать, что это просто выдумка. Компания замечательная. Она сделала игру, которая направлена против тоталитаризма. При этом банит всех несогласных и удаляет комментарии всех несогласных, которые даже пишут, что в вашей игре тут неправильно со стороны истории. Здесь там не то-то. Евгений Баженов, автор одного из популярных интернет-обзоров игры, перевел свой ролик и на английский язык, указав на странность и нелогичность канадского сценария. Увидя уже 300 тысяч просмотров. На международном портале Метакритик российские геймеры обвалили рейтинг роты героев с 8 до 1,5 баллов, написав десятки негативных отзывов. Создатели игры больше не могли игнорировать претензии россиян. И 5 августа официальный дистрибьютор прекратил продажу Company of Heroes 2 в нашей стране. Sega и Relic в курсе материалов, которые вышли в прессе по поводу Company of Heroes 2 и исторического контекста восприятия игры с российской точки зрения. Мы очень серьезно относимся к этому факту и внимательно изучаем все эти вопросы с нашими партнерами. Впрочем, не все геймеры увидели в канадской интерпретации нравов советской армии злой умысел. Вы думаете, если бы российский разработчик сейчас взялся делать игру о войне северо-юга американского, он бы не надел огромное количество ляпов? У них не было желания сделать настолько, скажем так, кривую карикатуру на нашу войну. Они такое представляют. Это вопрос идеологии, их идеология, это вопрос того, как они смотрят на нас. Возможно, источники, которыми пользовались сценаристы стратегии, просто не позволили им нарисовать объективную картину. Но в отличие от фильма, сюжет компьютерной игры легко исправить. И если создатели роты героев не намеренно очерняли советских солдат, они могут исправить свою ошибку с помощью специальных обновлений – патчей. Сюжет компьютерной игры не в первый раз становится причиной скандала в России. В 2010 году депутаты предлагали запретить шестую часть игры Call of Duty. Тогда в одной из миссий под названием «Ни слово по-русски» игроку предлагалось выступить на стороне террористов, которые расстреливали людей в виртуальной копии аэропорта Шереметьево. Но «Димаш Россиян» против Company of Heroes отличается принципиально. На этот раз сами геймеры настолько возмутились содержанием компании, что продажи стратегий в России пришлось приостановить. Создатели игры отмечали между тем, что после США и Германии Россия для них крупнейший рынок. И от возмущения россиян они понесут не только репутационные, но и финансовые потери. Татьяна Проскурякова, Андрей Розанов, Наталья Николаева. Вести.